С приходом осени все реже можно встретить ребятишек, играющих на детских площадках. Однако, это не уменьшает значимости проблемы состояния этих мест. Гуляя по городу, можно заметить разницу в оборудовании дворовых территорий. Где-то мы видим лишь домик, песочницу и маленькую качельку, а иные дворы оснащены, как говорится, по последнему слову. Правда, это встречается гораздо реже, чем хотелось бы. А на этой детской площадке, между домами 1 и 3 по улице Студенческой, жители приобрели такие замечательные качели за свой счет. Жителям домов, старой постройки, недовольных детскими площадками в своих дворах, коммунальные службы все чаще советуют обустраивать их за свои деньги. Тем, кто не согласен покупать качели и горки самостоятельно, придется довольствоваться тем, что есть. В новых микрорайонах, правда, ситуация иная. Игровые зоны, согласно проекту, строятся вместе с домами, а также на них устанавливается необходимое надворное оборудование. Новый микрорайон застройки, там стоит более современное оборудование. Там уже пластиковые горки, песочницы, качели. А у нас в основном все сделано из дерева. В основном мы устанавливаем песочницы для того, чтобы детки могли поиграться, балансиры, на котором можно покататься. Еще бывает, что устанавливаем домики. Этот скромный список оборудований на сегодняшний день пока все, что город может бесплатно установить для детских игр во дворах. Правда, тут и размер имеет значение. Рядом с некоторыми домами территория, пригодная для таких целей, совсем мизерная. Оттого и площадку делать особо негде. Раньше про старые застройки, конечно, мало детских площадок не было. Вот хотя бы взять жилые дома, вот советская 8-10. Это дома, расположенные в центре города старой застройки. Дворовая территория очень маленькая. Поэтому мы на данной дворовой территории, на маленьком кусочке оборудовали детскую площадку. Установили минимум оборудования, которое можно было сделать, чтобы деткам было где выйти поиграться. Так или иначе, в зависимости от размера на дворной территории, работники ЖЭСов обязаны следить за текущим состоянием и безопасностью детских площадок. Два раза в год совершать плановые осмотры игрового оборудования и производить ремонт по мере необходимости. То, что починить нельзя, демонтируют. Например, как упавший грибок во дворе по улице Советской. Он был сделан из дерева, но из-за того, что длительная эксплуатация, он уже был подвержен гнили. Поэтому мы вынуждены были демонтировать, чтобы избежать травматизма детей. По мере возможностей и средствам, если есть, конечно, мы стараемся где-то что-то обновить. Не так, чтобы убрать и не вернуть. Пытаемся потом где-то что-то и восстановить. А пока средств на восстановление нет, жильцам остается надеяться только на самих себя и лично благоустраивать дворовые территории.